всем здравствуйте сегодня решил сделать заливной пирог с капустой долго не готовил ничего ну ну как готовил там борщи и супы на сегодня что-то мне захотелось с капустой маленький такой сделаю небольшой как вы знаете что светланки нету много я не наделываю по чуть-чуть сделаю может коляня приедет и покушает насчет того что многие пишут светланка плохо там снимаю я уже повторяюсь потому что у светланы с телефоном проблема она не может на тот телефон который ей дал она не может с ним разобраться и она снимает на свой телефон и не отрывками высылает конечно но и качество плохое и звук плохой кому не нравится мой тени смотреть сезона как может так и снимает большинство нравится людям смотрит и мне так же самое нравится потому что уже давно не был детали интересно посмотреть вот еще поеду туда так что извиняйте а сейчас будем готовить все ли вам покажу что для этого понадобится но конечно этот пирог такой простенький каждый свою фантазию могут включить сделать по-своему я делаю так как мне нравится некоторые могут добавлять и другое сейчас вам все это покажу яйца вареных я их поставил варить они мне еще не отварились а ну и также нам понадобится сметана соль перец разрыхлитель мука нам на понадобится вы капусту я уже конечно уже носил капусту две морковочки зелень у нас будет петрушечка лук такой и лук зеленый это мы капусту и морковочку перетушим и лучок сделаем начинку для теста нам нужно сметана два яйца и мука и конечно же разрыхлитель я уже все так подготовил сейчас буду это все тушить потому что мне еще яйца не сварились а сейчас они сварятся это быстренько мы сделаем с вами пока яйца варятся мы приготовим тесто потому что я только поставил яйца и так нам нужно сметана сметану я купил эти 15 процентов сметаны добавляем 3 ложечки затем добавляем чайную ложечку соли и ложечку сахара чайную добавляем 2 ложечки муки добавляем 2 ложечки муки муку я сюда поставим поставим сторону муку и добиваем разбивает два яйца упала кто-то спешит а кто к нам спешит может николай приедет и это мы все перемешиваем вот так взбиваем венчиком добавляем еще 3 ложечки муки и конечно же разрыхлитель добавляем 10 грамм выходит этого разрыхлителя пальчики и начинаем делать начиночку поджарим лучок до золотистого цвета я небольшой такой лук почистил затем добавляем морковочку и это хорошо все перетушим морковочка с лучком уже протушилась и чуть-чуть добавляем капусту и чтобы она хорошо у вас протушилась и вот капуста уже практически готова уже протушилась и дадим чтобы она чуть-чуть остыла я поставлю на улицу чтобы она остыла хорошо и продолжим дальше делать нашу начиночку и вот наша начинка чуть-чуть остыла капуста берем наших отваренных 3 яйца разрезаем их как на салат оливье 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 уже давно не делал оливье я люблю этот салатик надо будет сделать обычно его готовят на день рождения на новый год но можно сделать не ждать нового года как говорится а день рождения скоро будет в Николаю можно Николаю сделать и такой салат искровых палочек можно делать я умею можно разных салатов надевать если конечно Коля будет день рождения дома справлять то я ему надеваю а ну уж ты не я не знаю и отправляем это в нашу начиночку капуста вот так затем берем лучок зеленый зеленый и нарезаем его мелко конечно можно было бы и лук не добавлять но я купил лучок зеленый мне кажется будет вкусно я его не протушил пускай он будет свеженький и отправляем все сюда это я не покупал петрушечка у нас в огороде растет добавляем петрушку сюда тоже нарезаем петрушку и я и и и и и и побольше зелени мне так кажется вкуснее запах приятный и вот что у нас получилось и перемешаем хорошо ну и конечно добавим ложечку соли и перца черного молотого соли может я еще чуть-чуть добавлю это все перемешаем и наша начиночка уже готова затем я беру форму добавляем форму сюда чуху как она поднялась и хорошо я форму конечно смазал подсолнечное масло чуть-чуть и 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 теперь мы добавляем нашу начиночку сюда какой запах приятный петрушечка лучок зеленый запах обалденный начиночки будет побольше этот пирог вкусный выйдет надеюсь я должен получиться я когда-то делал только сквашеная капуста это я решил свежий давно я делал вот так начиночку хорошо вложили равномерно и 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 ничто той лопаткой неудобно лучше ложкой духовку я уже включил но уже разогрелась и хорошо видите равномерно все разложил отправляем это все в духовку при температуре 180 градусов на 20-25 минут вот так закрываем выставлю время 25 минут пускай будет на 25 минут а там будут контролировать и ждем результата и вот прошло уже 25 минут выключаем долечка ты чё пришла и долечка пришла помогать мне помощница папкина ну вот так сейчас вынимаем пропекся хорошо видите как он пропекся хорошо отлично подождем а потом его освободим с формы и конечно разрежем и посмотрим что у нас получилось и вот он такой получился и освободил вас форму но снизу правда еще не потому что он еще не остыл хорошо когда уже остынет я вам покажу разрезе его ну красивый получился запах обалденный сейчас мы разрежем наш пирог вот такой он разрезе вышел и теку красивенький вот такой разрезе получился ветер пропекся хорошо надеюсь я приедет коляне и попробует но я потом попробую его начали остыл и такой вкусненький красивый так что пробуйте делайте вкусно она быстро и доступно всем